МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мировой спорт не исключение. Есть первая реакция западных чиновников на создание игр БРИКС, которые Путин уже поручил организовать в следующем году. Официально мы даже не говорили, что это какая-то альтернатива Олимпиаде. Официально мы пока не заводили речь о создании альтернативы Международному Олимпийскому комитету. Но там, как минимум, внимательно наблюдают. Сейчас ей, конечно, хорошо нагреть место, и ей все будет хорошо. Подождите, одно дело хорошо ехать под нейтральным статусом или белым флагом, а другое дело подписывать дискриминирующие документы, которые они предлагают. Их никто не подсунет. Уже все посмотрели, что это невозможно. По законодательству Российской Федерации. По законодательству Российской Федерации это невозможно. Но вы сейчас так или иначе говорите о том, что надо ехать. А как ехать? Куда ехать? Вы в курсе последних новостей? Есть такой футболист Михаил Мудрик, который играет в Челси. Давайте посмотрим, какую фотографию он в своих социальных сетях недавно выложил. Недавно, вчера. Она просто там до наших СМИ только сегодня долетела, а на самом деле это было вчера. Ну, то есть это Мудрик у себя на странице выкладывает. Передает привет на снаряде от Мудрика. Он этим гордится, улыбающийся смайлик. Понятно, что Мудрик дурачок. Но он играет за Челси, извините меня. Понятно. Ну а что это было? Санкции Олимпийского комитета. Это как-то поддерживало санкции. Это как-то одобрялось. Ну да, они не заметили его почерк. Кирилл, ты закапываешься. Это никто не может фото одобрить. Кирилл, ну хватит закапываться, честно. Ну это уже вот не серьезно. Не, не надо. Ну взрослый человек умный. Вот ты любишь про хартик говорить. А ты читал последнюю хартик редакцию от твоего августа? Еще раз говорю, хватит закапываться, хватит переводить тему. Вообще можно удалять виды спорта, которые мне не нравятся. По поводу как раз соревнований, о том, как нужно или не нужно подсвечивать. Даже среди спортсменов сейчас есть люди, которые могли бы заняться, например. Ну вот, допустим, есть Нагорный Никита. У него на ютубе каждый раз там просмотрят 300, 400, 500 там тысяч просмотров. Это очень много. Хотя сама гимнастика, мы ее там по телевизору, но никто не смотрит нормально, человек смотреть не будет. То есть почему-то Никиту смотрят, хотя он там выкладывает те же вещи, а здесь нет. Нужно грамотно определить время проведения этих соревнований. Нужно определить призовой фонд хороший. И самое главное, там будут выступать российские спортсмены, великие спортсмены. А для спортсмена самое главное это конкуренция. И надо понимать, что эта война будет самой долгой. Сначала закончится специальная военная операция, и все задачи, поставленные президентом, будут решены, и мы обязательно победим. Дольше будет экономическая война, и попытка нас раскачивать. У них ничего не получилось, но они будут продолжать попытки. Но дольше всего будет информационно-психологическая война, потому что борьба за умы подрастающего поколения будет самой долгой. Ну вот, как мне кажется, это самое главное, и в том числе мы над этим и работаем. У нас интересует сейчас спортивная война, а предыдущая спортивная война для Югославии длилась три года. Ты решил всех комментировать сегодня? Что касается... Не могу вот этого украинца, фамилия у меня выскочила. Мудрик? Додик? А, Мудрик. Вот, по поводу Мудрика не могу не сказать, почему. Потому что здесь тоже такая ситуация абсолютно идиотская. Да, конечно, можно там... Додик это человек из Боснии. Да, 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 это нормальный парень наш. Это наш. Потом он шел по полю, его снимает камера, он говорит, снимай меня с хорошим раком. Ну, то есть это вопрос... На это очень сильно ведется, я извиняюсь, что я перебил, но я в контекст с вами говорю, она очень сильно ведется на это, и с учетом того, что вот я занимаюсь молодым поколением за последний год, анализирую все, Да, я хочу сказать, что нужны такие примеры, вот, допустим, как вы говорили про Никиту, который создает такие видео, чтобы на него равнялись. А молодежи главные, вот он что-то там сказал, что-то показал, и вот они на него подписываются. Я не знаю, какой молодежи, это не самое главное, и Мудрик это технологии. Все технологии рано или поздно умирают и проходят. Вот что происходит со спортсменом, у которого спортивное время отнимают. Слушай, тебе клизму поставить, чтобы ты побежал в туалет. И там занимался делом. Мудрик, не мудрик. Кирилл, дай я договорю. Ну, что тебя заманит, что тебя с тобой сегодня? У нас ток-шоу сегодня. И что? Что, молчишь? И что, что значит такое ток-шоу? Ну, давай ты сними штаны и бегай теперь, раз это ток-шоу. Покажи задницу свою в голову, тоже ток-шоу будет. Мы нас более мудрые. Вот сделайте матч между Карякиным и чемпионом мира, китайцем, коммерческим. Класс. Сделайте коммерческий матч. Сделайте хотя бы с Карякиным и непомнящим открытое противостояние матч. Это вообще шикарная работа. Кирилл, когда будет непомнящий Карякин? Через полгода сделает. Как только я найду 3 миллиона долларов на это, условно говоря, или 100 миллионов рублей, по привычке, 100 миллионов рублей, не знаю. А почему с точки зрения пиара Шак по 2 миллиона, это благотворительность? В смысле? Не, ну, во-первых, мы же сейчас... 1 миллион долларов, да, чтобы они сыграли вот этот матч. Илья слова еще не давал, да, и Ольге. Да, ну, тут уже столько всего было сказано. Большая просьба, я новичок в этом деле, поэтому такое, как сказать, дракона в лице Дмитрия я попрошу это. Кирилла. Ой, Кирилла, да, Дмитрий мой, как говорится, помощник в этом плане. Единственное, что я хотел бы сказать, что вот сейчас идет такой сумбур, и все обсуждают, ехать ли с нейтральным флагом или нет. В моем понимании, с учетом того, что я все-таки занимаюсь патриотическим больше воспитанием, понятие спортивное гражданство, оно вообще немыслимо. В любом случае, гражданство, оно как ни крути, связано с родиной, с родителями, и все это, как ни крути, тоже относится к государству. Государство тебя вкладывает, ты непосредственно связан с тренерами, с теми клубами, которые тебя воспитали. А в этот момент ты берешь, подписываешь что-то, едешь под нейтральным флагом, слушая, не дай бог, конечно, гимны ЛГБТ, если ты будешь на первом месте. Для меня это вообще немыслимо. Если брать про молодежь, о которой мы сейчас все говорили, то нужно очень много разрабатывать, чтобы они смотрели правильный контент. И за эти полтора года мне, как человеку, который занимается, еще раз скажу, спортивно-патриотическим воспитанием, да, безусловно, приятно, что определенный перечень вот этих вот лидирующих, в кавычках, блогеров, он ушел. И надо создавать более. Вот у меня, допустим, есть тоже такой пример, я чуть-чуть, может быть, прорекламирую там наше мероприятие. Мы 25 февраля ежегодно уже на протяжении 8 лет, а последние 2 года уже в всероссийском формате обливаемся холодной водой. Подоплека, естественно, это закаливание, но мы это делаем все в формате российского флага, белые, синие, красные ведра. И мне всегда спрашивают все, блин, неужели у вас там все закаленные? То есть мы 25 февраля провели в 20 регионах от Сахалина до Калининграда, и у нас одновременно через телемост 3,5 тысячи человек облилось. И мне спрашивают, неужели это все моржи? А как потом показала практика, мы общаемся с министрами спорта в регионах, процентов 80 это обычные люди, которые, как вот они говорили, хотят... Вот научитесь, пожалуйста, рекламировать свои бренды у Дмитрия. У нас стоит уже полпрограммы. Нет, тут вопрос не в бренде, а вопрос только в том, что если кто-то думает, что как можно создать альтернативу всем этим хайповым темам, что на самом деле можно. У нас команда Антон Форума Имперка вообще-то. Антон, мне удалось... Именно в этих фетах абсолютно осознанно? После чемпионата мира по боксу? Ой, извините, а вот... Не могу сказать. А то, что я сейчас якобы пролокрамировал, это вырежется или нет? А мы в прямом эфире. Быть здоровым это модно. Антон, можно прокомментировать момент? Чтобы современное поколение услышало нас, а я вот себя уже считаю динозавром на самом деле, и не могу донести какие-то вещи до молодежи, надо в первую очередь спросить их. Но чтобы донести его, как вы правильно говорите, должны быть не просто лидеры мнений, а язык, одинаковый язык с этими людьми, с молодежью, со студентами. Нужно говорить с ними на языке не просто правильного, а классного, современного контента. Я вам хочу сказать, что было бы смешно, если бы я с Седой Бородой сейчас начал говорить молодежным сленгом, но народ бы стал угорать просто. Антон, не с любой молодежью нужно говорить вот с Мирой Андреевой, которая сейчас 16 лет. Я говорю о том, чтобы понять смыслы, которые важные. Задача оградить ее. Так, ладно, в любом случае, что касается Мира Андреевой, это я абсолютно уверен, жизнь рано или поздно расставит все по своим местам. Это была программа ЕСЕ. У меня зовут Антон Анисов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok